Итак, для баланса нужно сначала научиться заставлять себя жить. Не будете заставлять, будете все время гаснуть, гаснуть. И потом уже надо будет утку покупать, открывать. Работа закончится. Это реально так работает. И знаете, есть точка невозврата у каждого человека. Вот допустим, ну завтра начну бегать, послезавтра начну. Потом раз суставчики заболели, а потом раз они перешли в хроническую форму, и ты уже не можешь бегать. Тебе надо ходить еле-еле, иначе суставы обострятся. Или у тебя геморрой уже до колена. Вот, и еще что-нибудь такое, и все. Или у тебя там уже язва желудка, или астма, или сахарный диабет. И человеку уже очень трудно. То есть он уже в штопоре находится энергетическом, и вытащить себя уже сложнее. Поэтому лучше всего это делать, когда ты еще более-менее нормальный. Но даже если ты ненормальный, надо аккуратненько вытаскивать себя, полгодика на это отдать. И когда себя вытащил, аскезы уже легче делать тебе, хорошо, значит все, продолжай, и ты выздоровеешь. Все восстановится. Следующее, это отрывать себя от себя. Все люди очень сильно зациклены на своей личной жизни, на своих проблемах, на своих делах. И сжигают в этой энергетике, и благочестие тает, человек страдает. Надо начинать копить благочестие, желать всем счастья, помогать людям, делать добрые дела. Радоваться всем, прощать, просить прощения. Если кого-то не простил, энергия туда утекает каждый день. Ты о нем постоянно думаешь, об этом человеке. Нет, чтобы думать о тех, кто тебя любит, ты думаешь о том, кто тебя не любит. Это и есть проклятие. Проклятие это не то, что тебя там кто-то сглазил. Вот этого не существует. Некоторые говорят, меня сглазили. Этого не существует. Человек, у человека нет такой силы, чтобы другому человеку причинить вред своими мыслями или желаниями какими-то. Нет, ни у одного человека такой силы нет. Ни у кого нет. Но если вы верите в сглаз, то вы связываетесь негативно с этим человеком. И еще вера, это означает, что вы уверены, что он может вам навредить, то включаются злые духи. Через веру включаются злые духи. Это называется вера в невежестве. Если вы верите в сглаз, тогда действительно человек может своими плохими мыслями испортить вам всю жизнь. Это такой сильный, как бы, это уже запущенный случай. А не запущенный случай, это просто обида. Ты обижаешься на человека, и твоя энергетика гаснет. Человек обиженный, человек 20, 30, 40% энергии в день теряет на обиду просто. Вот он бы мог на 30% быть эффективнее в жизни, а он просто, энергия у него идет в унитаз вся. Понятно? Поэтому прощение – это очень важный аспект жизни. Прощение достигается несколькими практиками. Первое – это холодная вода. Ну или просто вода. В воде сидишь, 28 градусов, 70 минут, у тебя общее статическое напряжение тает, и поэтому обиды тоже гаснут. Человек в целом становится спокойнее жить. Если в воде там раз в неделю хотя бы практиковать, то спокойнее жить становится со временем. Вторая практика – это понимание, что каждый человек имеет право на свою дурь. Ну что, я не лучше, у меня тоже самое как бы есть, тоже такие проблемы. Я вот, допустим, человек мне говорит, Олег Геннадьевич, мне жена изменяет, блин, жена изменяет. Я так обижен. Я говорю, ну вы же тоже ей изменяете. Он такой, да. И улыбается. Так сильно меняется настроение, когда человек думает о себе, о том же самом грехе, он улыбается такой. Ну ничего страшного, да. А когда она, ой, гадина такая. Вот это вот, знаете, такое очень сильно несоответствие у нас восприятие идет конкретно. И это везде. Вот, допустим, один человек меня спросил, Олег Геннадьевич, как видеть будущее? Я говорю, чтобы видеть будущее, надо стараться в нем увидеть, почувствовать хорошее. Он говорит, если ты видишь будущее, как не ошибиться, он так спросил. Я говорю, если ты уже видишь будущее, то старайся видеть в нем хорошее, потому что плохое лезет само в бобошку. И там застревает, а хорошее увидеть сложно. Точно так же в человеке, на человека смотришь, старайся увидеть хорошее, потому что плохое ты и так увидишь. Стараться не надо. Любая собака видит плохое. Почему она рычит? Она видит что-то нехорошее в тебе и рычит. А хорошее увидеть сложно. Поэтому старайся увидеть хорошее, тогда будет баланс. Плохое само залезет. Понимаете? Поэтому нужно со всех сил стараться оторваться от себя. Когда человек сильно думает о себе, обиды гложет свои, он энергетически тает. Это неудачливый человек. Непозитивный, неудачливый. Удачливый означает, что он старается служить другим. Как оторваться от себя? Служить другим. Помогай кому-то. Птичкам начни помогать. Желай всем счастья. Кажется, что это невозможно. Но только начни. Заставь себя. Это как шаг в пропасть. Заставь себя думать хорошо о людях. Тренируйся. Если у тебя нет сил, слушай музыку позитивную. Песни какие-нибудь. Хорошие. Есть же хорошие песни. Вот песня, которая мотивирует ходить человека. Включить? Чтобы вот такую песню слушать, и будете ходить. Жизнь пошла сразу. Можешь еще в ладнице. Чего? Ладнице меня выбирает. Ага. Женщины. Женщины должны друг друга вдохновлять утром. У женщины коллективное мышление. У мужчины индивидуальное. Женщина, чтобы заставить. Женщина не может заставить себя. Она заставила себя утром встать. И потом дальше целый день жалеет об этом. Думает, зачем я себя заставила, дура. Насилие над собой совершила. Чтобы не жалеть, надо что делать? Надо позвонить подброшить. Пойдем завтра с утра погуляем. Она говорит, я не знаю. Ну ладно, что ты? Ну давай. Ладно. Потом сама крадет трубку. Теперь тоже придется идти. Обе идут в результате. Понятно? Женщины мотивируются отношениями. Мужчина вдохновляется результатами друзей. Тоже отношения, только по-другому. Мужчина мужчине звонит, говорит. Он ей говорит, пойдем завтра вместе бегать. Он скажет, давай, и оба не пойдут потом. Мужчины не мотивируются вот так. Ну пойдем вместе. Ему пофиг. Ну ты иди, а я передумал. Вот. А женщина у нее совесть. Она не может. Естет неудобно. Вот. Мужчина звонит другу, говорит. Я тут это, начал бегать. У меня так всю жизнь нормально так клеится. А тот говорит, а у меня что-то, блин, я не могу себя заставить. Я знаю почему. Тот говорит, почему? Ну потому что ты слабак. Почему? Он говорит, да ладно, что я слабак. Почему я слабак? Ну ты же не можешь заставить себя. Вот слабак. И тот думал, думал, начал бегать. Мужчина мотивируется вызовом. Ему нужен вызов. Мужчины сражаются постоянно. А женщины гармонии ищут. Отношения. Гармония. Поэтому надо использовать качество человека, свои качества для того, чтобы мотивироваться. Когда человек включил в себе способность отвлекаться от себя и начал совершать аскезы, он высвобождает очень много энергии. Проходит полгода, жизнь меняется полностью. Все начинается всем по-другому. Я вам простые формулы даю, но они очень трудно осуществимы, но они простые. Есть еще одна вещь, которую хочется как вишенку на тортике поместить. Это сила, которая преодолевает непреодолимое. Вот ей можно пользоваться всегда и всегда оттянут тот же результат. Это память о святости. Ты думаешь о святом человеке, молишься. Я хочу тебе служить, славить святость святого человека или Бога. И я хочу тебе служить. Надо в день хотя бы 40-50 минут, час вот эту практику совершать. Можно 20, можно 10 минут. Сколько хотите. Это включает человека на другую жизнь. И вот эта память о святости, она преодолевает непреодолимое. Вот ты видишь, что ты не сможешь этого в жизни, у тебя этого не будет. И ты это получаешь. Так это работает. Но через какое-то время. Вот человек, допустим, сидит в тюрьме, а жена его отмаливает. И она просто берет и... Если включен он с ней в отношении, включен. Если не включен, то может и не подействовать. Если включен, то она его отмаливает. И он... Она проходит три стадии. Первая стадия – спокойствие за него. Второе – влияние. И потом изменение его судьбы. И на третьей стадии он уменьшает за срок. Его раньше времени отпускают. Или неизлечимое заболевание. Человек болеет. Человек молится. Первая стадия – спокойствие. Вторая стадия – знания. Два вида знаний, может быть. Первый вид знания. Знание, что человек не вылечится. Бог так уже решил. Он его забирает. И человек молится, чтобы у него все нормально там, дальше было. Или знание о том, как вылечить человека. Приходит на вторую стадию. Или человек не может устроиться на работу. Или он не знает, как в Саратове жить. Ему здесь плохо. Первая стадия – спокойствие. Вторая – знания. Первая стадия – первое знание, что тебе не в Саратове плохо, а просто тебе надо правильный образ жизни. Второй вариант – тебе действительно в Саратове плохо. Значит, надо ехать в другой город. А в какой город опять молись? Узнаешь. Бог подскажет. То есть молитва преодолевает непреодолимое. Вот с мужем нет отношений. Вот с мужем нет отношений. Ты стараешься и живешь правильно. Знаете, в основном нет отношений. Это неправильный образ жизни. Воды, энергии воды не хватает. Люди ругаются. Чувствительность высокая. Обижаются, злятся. Бассейн начали вместе ходить, перестали ругаться. Если чувствуют холод, нет отношений к холоду. Надо просто длительное движение. Длительное движение начали делать, холод прошел. Если разочаровались друг с другом, тогда пост на воде или баня. Баня тоже очищает токсины. И разочарование прошло. Часто проблема решается просто аскезами. Легко. Или добрыми делами. Вот, допустим, друзей пригласили домой. Что происходит? Ну, там не нажраться, какие-то там прыгать под столом, потом вместе. Или морду друг другу набить. А просто хараоке попили там, покушали вместе, попили соки. Не надо выпивать, что это духа привлекает злым. Вот, попили, потанцевали. Потом уходят друзья, а вы до этого поссорились с мужем. Вы после, как они уйдут, будете ссориться или нет? Нет, подружитесь. Потому что они вас благословят. Вы на айфоне, они вас любят, и вы тоже ротаете, встаньте общаться, простите друг друга. В храм вместе сходили, тоже легче стало. Вот, Володя, видите, он круиз по лекциям сделал, сразу отношения восстанавливаются моментально. Со мной едет уже четвертый город, или пятый уже. С Москвы-то? Нет. Четвертый? Там можно забрать. А? Да, мы саперта. Кого? Володя? У меня своих там хватает. Так. Ну, то есть для сбалансированной жизни человеку надо просто наполняться. Баланс означает наполнение. Есть еще такое, что, допустим, девушка не может замуж выйти. Она много работает. Надо меньше работать и больше заботиться о людях, социальной жизнью заниматься. Перераспределять энергию. Допустим, в семейной жизни все нормально, работы нет. Значит, туда, в сторону работы, энергию направить. Стараться больше трудиться, что-то делать. Понимаете, у каждого человека где-то загвоздки. Здоровье начало проседать. Все брось, аскезы делай. Личная жизнь проседает. Начни заботиться о близком человеке. Друзей домой приглашать. Еще очень важно понять, что балансировка идет такая. Например, женщина чувствует, ей дома тяжело. Значит, надо брать силы от подружек. Мужчина, допустим, чувствует с женой тяжело. От друзей силы надо брать. Больше с друзьями общаться, брать у них силы. Это баланс идет. Когда человек плохо дома, он лезет еще больше к близким. И там еще хуже становится. Надо оборот от них подальше и брать силы у друзей. Или у подружек. Общаться с ними, дружить. У каждой женщины должны быть подружки, чтобы она отдыхала от домашних дел. Почирикалась подружка, легче стало. Она с ума сошла о своем крутом дядечке. Вот вся песня. Она встрюкалась, короче, и сошла сама в своем крутого дядечку. Секретный лакарфон. Банда дейка. Кстати, песня, короче, больше никаких выводов, ничего, никаких вариантов. Жестко? Ладно, мы хороши. Вот так тоже бывает иногда. Поэтому очень важно понять, в какой среде ты находишься. Потому что есть три слоя жизни. Есть невежественный слой жизни. А эти три слоя жизни зависят вообще от того, насколько, как чувство собственного достоинства человека вообще относится к жизни. Если чувство собственного достоинства считает, что мне нужно только мое счастье, остальные все по барабану, это называется жизнь невежеств. И это быстро не поменяешь. Если у человека такая концепция счастья, то он вот это вот, бонием, шик, рейзи, лайк и фул. Ну, то есть, это очень грубое отношение к жизни. Понимаете? Человека реально, у него нет шансов вот быстро понять, что есть какие-то более высшие материи. Понимаете? Он очень сильно привязан к себе. И ему пофиг, как люди вокруг живут. Если у вас родственник, близкий человек такой, то быстро не поменяйте. Такие люди обычно очень грубо себя ведут. Им только секс нужен, им не нужно там отношения. Они матом обычно разговаривают. Они очень грубо относятся к жизни и все время гребут на себя. И ничто не стоит обмануть человека, кинуть и так далее. Это концепция жизни. Это в целом так устроена психика. Называется «я хочу жить для себя» в концепции жизни. И они так и говорят. Я живу для себя, мне все пофиг. Вот. Вторая концепция жизни – это расширенный эгоизм. Человек тоже небескорыстно настроен. Он хочет жить не для себя, а для своей семьи, для своих близких. И тогда в этом случае человек вроде бы такой вежливый, культурный, добрый, но на самом деле он очень все равно корыстно настроен. И этот человек, ну, с первого взгляда кажется, что он трудолюбивый там. Он хочет семью, детей. Но когда начинаешь с ним жить, то видишь, что счастье он никому приносить не хочет, потому что ему никто не нужен. Он на самом деле все создает для себя. То есть ему дети для себя, нужна жена для себя. Ему никто особо не нужен, но все нужны для себя. И вот эта вот концепция жизни в страсти, она тоже такая очень тяжелая. То есть очень тяжело жить с человеком, который, ну, заинтересован только в личной выгоде в отношениях с тобой, и как бы он договаривается с тобой, то есть он пытается с тобой сотрудничать. Но глубоких отношений нет, потому что жизнь скована эгоизмом сильно. Человеку очень трудно оторваться от себя, ему трудно просто быть бескорыстным, чистым, честным, верным. И третья концепция жизни – это человек с помощью знаний понял, что надо стараться всем помогать, служить, заботиться. И тогда уже это попахивает счастьем. Поэтому если вы чувствуете, что у вас вы друг другу не нужны, и у вас интерес только работа, деньги, там, квартира, машина, и больше никаких интересов в жизни нет, то это быстро не поменяешь. Но это надо менять, потому что по-другому семья по-любому разваливается. В жизни в невежестве люди не могут вообще жить друг с другом. Любви нет в этой атмосфере. Ненависти, вражды. В страсти любовь только внешняя. Люди испытывают счастье, когда хороший период идет в жизни, а когда плохое начинается, семья рушится. Потому что люди в страсти не приспособлены для плохих периодов. Они на самом деле верят только в удачу. Люди в благости верят в Бога, люди в страсти, в удачу верят, что все будет хорошо. А если не все хорошо, что тогда? Тогда пошли все нафиг, сваливаем, ищем себе удачу. Здесь мне не повезло, несовместимость, не сошлись характерами. И до свидания. То есть жизнь в страсти, она нестабильная. Человек в страсти, он считает счастьем успех, материальный именно успех. Для него счастье означает хорошая работа, хорошее образование, хорошее здоровье, хорошая семья, все это счастье. Если этого нет, значит, надо искать где-то в другом месте. То есть у него нет методов исправить. Он пытается как-то с помощью психологов, астрологов, но это ничего не меняется, потому что нужно, чтобы быть счастливым, то есть надо поменять представление о счастье. Счастье — это не работа, не деньги, не власть, не слава. Счастье человеку приносит чистота в сердце, верность, желание заботиться, помогать, желание отдать свою жизнь, желание прощать, терпеть, любить, ждать. Понимаете? Ну то есть счастье человеку приносит бескорыстие, а не корысти. Корыстие, наоборот, напрягает и портит отношения. Поэтому, если вы дома не поставили алтарь, не занимаетесь духовной практикой, нет шансов, что ваша семья сохранится. Рано или поздно она развалится, потому что, когда нет совести, а совесть — это Бог в близких отношениях, то плохой период наступает, и близкий человек сваливает. Это ответ на вопросы многих людей, которые мне спрашивают, как вот такое произошло, что мы 25 лет прожили, у нас дети, почему он меня бросил? Я говорю, а ты Богу служила? Нет. Ну а почему он должен остаться с тобой? Ты стареешь, девушки молодеют вокруг, совести нет без Бога. Увидел молодую, любился, «Goodbye, my Lord, goodbye». Все. Когда будешь во сне обо мне вспоминать, я буду ближе к тебе. Поэтому жизнь человеческая направлена на Бога, и все так в этом мире устроено, что если ты приближаешься к Богу, то у тебя все налаживается. Потому что ты получаешь правильное знание, благочестие получаешь, правильных людей вокруг получаешь, правильных друзей, правильную работу, правильное здоровье, правильное питание. Все это означает жизнь в благости. Все меняется, восприятие мира меняется. Мясная пища депрессирует человека. Это пища, связанная с убийством. И не потому, что там белки и жиры углевода неправильные. Это другая причина. Когда животное погибает, это никак не то же самое, что растение погибает. Растение погибает, оно себя не помнит, оно уходит из тела, страдания нет. А вот если животное погибает, оно в тонком теле видит, как его тело поедает. И проклинает тех, кто ест его тело. То есть ты вместе с мясом ешь проклятие в себя, или депрессию, или негативный тонус. И это дает постоянно, тебе приходится с этим бороться. Съел мясо, белки жиры углеводы усвоились, но психическая энергия негативная, она не даст тебе возможность нормально жить. Мясная пища все время приводит к плохому настроению, к неудаче человека, к депрессии. Эта пища, конечно, хороша, когда жрать нечего было вот 300 лет назад здесь, зимой, что есть. Ничего не растет. Люди, что законсервировали, то и кушают. Ну ясно, там они рыбки там выловили. Когда люди выживают, тогда это оправдано. Но сейчас-то все по-другому. То есть сейчас из Марокко, из Вьетнама, из Турции постоянно летят самолеты непрерывно в Саратов с продуктами питания. Ну это факт. И можно питаться пищей здоровой, молочной, овощей, фрукты. Некоторые говорят, без мясного вилка прожить невозможно. Это полное бредятельно вообще. Я с 24 лет не ем мясо, рыбу, яйца. И отлично себя чувствую вообще. У меня нет никаких ощущений, что что-то мне не хватает. Все прекрасно хватает. У меня дочка 30 лет, она вообще никогда в жизни не ела мясо. и все у ней прекрасно хватает. Понимаете? Она не соображает, ее можно есть? Почему она не соображает? Она водоплавающая растение, да? Почему не соображает? Она не развитая, она страдает меньше, но все равно страдает. Когда на льду вот она лежит, она дергается, вздыхается. Последняя надежда растаяла. Яйца не страдают. Яйца не страдают. Яйца в ценном можно есть, это лучше, чем мясо, рыб. Но Задорнов, найдите беседу Задорнова с Петросяном. Задорнов не ел яйца, а Петросян ел. Он спрашивает, а что ты яйца-то не ешь? Он говорит, а что ты как бы вот аборт будешь есть? Он говорит, нет, зачем аборт есть. Он говорит, а яйца-то аборт курицы. Там просто веды объясняют, что есть продукты, которые выходят из высших центров. Вот молоко, допустим, из грубей, это высший центр. Оно приносит счастье, а то, что с нижних центров идет, это аспирненная тоже пища, но это не продукт насилия, вы правы. Яйца в целом не такая большая проблема. Если мясо бросил, яйца ешь, это более-менее нормально. Но если люди хотят чистой только пищи, они яйца тоже не едят, потому что эта пища не такая чистая. Это с нижних центров идет. Есть еще один вид пищи не очень чистый, это грибы. Потому что грибы это сафрофиты, они месту животным и растениям, вот все грибы они паразиты, они сосут яд везде, сосывают себя, его перерабатывают и ты как бы это ешь, у тебя потом иммунитет страдает от грибов всегда, они подавляют иммунитет у всех, с кем соприкасаются. Это их жизнь. Любой гриб, если на дерево садится, он сначала подавляет иммунитет у дерева. Как мне одна знакомая говорит, но вешенки же это благостные грибы, я говорю, в подвал там мешки с шелухой семечками висят и плесенью они покрыты и вешенки этой плесенью питаются и вонь стоит, я говорю, это что, благостная среда? Если продукт без солнца вырос, значит, что это благостное? Солнце это благость. В темноте, там полной темноте это все растет у ней, плесень, вонь, какая-то благость. Как оказаться от мяса, если хочется? Не надо от него отказываться. надо просто что делать? Надо начать длительное движение, неподвижное положение тела, молитву, то есть начать очищать свой организм, потому что хочется мяса, это означает, что есть привязанность сильная к токсинам внутри. Это то же самое, вжираться на ночь, тяжелая пища, хочется пищи, которая тебя придавливает, прибивает психику, чтобы тебя расслабило, понимаете? надо просто очищать свое существование, придет время, и вы почувствуете, что вам его не хочется. Вот поднимите руку, кто прям пропало желание есть, видите, большинство людей, кто вот заставил себя и перестал есть мясо усилием боли, поднимите руки, вот заставился, смотрите, видите, там 10 человек, а кто само собой вот просто правильно жить начал, и оно отвалилось, вот смотри, гораздо больше, 30 человек, я не заметил, как перестал есть, знаете, как я перестал есть мясо? Я в 23 года начал читать лекции, и я научился видеть психическое, ну я и раньше видел, но я начал видеть все, пытаться, от чего люди страдают, я заметил, что люди, я вот так читал лекции, люди садились в зал, я им говорил, что им мешает жить, смотрел на них, и каждому говорил, что мешает жить, я заметил, что большинство людей, когда они едят мясо, у них плохое настроение, депрессия постоянно, ну то есть, что они в какие, как бы, сниженная энергетика, я так называл, у вас сниженная энергетика, говорят, что вы поели в обед, она говорит, мясо, потом опять, у вас сниженная энергетика, что вы поели в обед, мясо, у вас не сниженная энергетика, что вы поели, там, поел овощи, там, фрукты, молоко, понимаете, то есть, То есть энергетика прижимает человека к низу, то есть он не хватает сил жить, чувствует настроение подавленное. Эта пища не очень хорошая для здоровья. Особенно в возрасте, когда уже человеку надо много сил, чтобы поднимать свою энергетику, мяса уже не хочется. Даже человеку после 40 лет он чувствует, что не хочется, это тяжелая пища, не хочется. Особенно атеросклероз пошел, доброкачественные опухоли пошли, все врачи считают, что мясо это главный канцероген. Если доброкачественные опухоли пошли, токсины из мяса тебя убьют, надо бросать, значит все. Если ты рак лечишь и ешь мясо, куришь, ты его не вылечишь никогда. Курение это тоже токсины, куришь, получаешь токсины, тоже будет рак. Мясо ешь, будет рак. Рыбу ешь, будет рак, знаешь. Все, ничего не сделаешь, не остановишь процесс. Потому что раковые клетки питаются мясом, не твой организм питается, а они питаются. У меня один знакомый, у него начался рак легких. Я говорю, бросай курить. Он бросил курить, начал все выполнять, посты, длительное движение. У него рассосались все практически, все метастазы, все, как-то так получилось. Не всегда так бывает, но ему повезло. Как-то видно, сильный организм был. И все, осталась маленькая опухоль небольшая. Я говорю, все, назначай операцию, вырезай ее нафиг и все, и ты будешь жить дальше. Он назначил операцию и один раз решил напоследок покурить. Покурил один раз всего так хорошо. Метастазы по всему телу через две недели сгорел. Погиб. На операцию даже не стали оперировать, опять пошли метастазы. И все, буквально за 2-3 дня. Я сразу четко понял, что курение это жуткая вещь, которая усиливает склонность к раку. Потому что злокачественная опухоль жрет этот никотин. Ему нравится. Раку это есть. Поэтому питайтесь правильно. Не думайте, что если вера позволяет, как бы есть, значит это правильно. Потому что на самом деле есть эзотерическое знание или тайное, а есть явное. И даже, допустим, верующие люди любой традиции знают, ну такие более возвышенные люди, знают, что кушать нельзя мясо. Какие вопросы у вас ко мне по лекции? На кофе, на сколько? Кофе это наркотик? На гвоздях стоять? Вот смотрите, есть очищающие практики, которые дают долголетие. А есть практики тонизирующие, которые дают просто устойчивость к стрессам, возможность быстро включиться, мобилизоваться. Вот когда человек с ускорением бегает, он совершает тонизирующие практики. А когда он спокойно, медленно, радостно бегает, то он очищается. Важно себя не форсировать, когда бежишь. Иначе у тебя ни очищения не происходит. То же самое, когда человек на гвоздях стоит, это тонизирующая практика, не очищающая. Также контрастный душ, это тонизирующая практика. Или бег в горку, допустим, ходьба в гору, это не очищающая практика, а тонизирующая. Четвертый слой поражен. Ну, у ребенка только пассивная чистка возможна. Это в воде сидеть, вверх ногами висеть на инверсионном столе. Ребенок, чтобы статические упражнения, он не может делать. Ну, висеть же можно, вверх ногами заставить. Если вы не можете его ничего заставить делать, тогда бесполезно. Вы не сможете ему помочь. Поэтому нужно устанавливать отношения. Что, это та сеть, не та? Та, галерия, да. Ну, на ней работаю. Сейчас руку перезакрою. Да? Вы, вот поймите, первое, что вы должны понять, если человек не будет делать рекомендации, вылечить невозможно. Потому что лечение означает очищение от блоков психического тела. Понимаете, как болезни возникают? Не хватает в психическом теле энергии, и орган сначала становится слабым. А потом он становится больным, потому что ты нагрузку на него даешь, и он не выдерживает. Становится больным. Поэтому врачи говорят, вы заболели из-за нагрузки на суставы. А на самом деле суставы просто слабы, потому что энергия не поступает из-за блока в психическом теле. Физическое тело за счет психического тела живет. Поэтому мы живем за счет энергии, которые живут в нашем организме. Это и коню понятно, и детям понятно, но нам не понятно. Вот хотите, я вам песню поставлю детскую, которая показывает, вот это истинное знание дает о том, откуда берется здоровье. Солнце, воздух и вода. Вот всасывайте все это в себя, и болезни будут, до свидания. А если вы думаете, что вам поможет клизма там, или массаж там, или иглоукалывание, все это бесполезная трата времени и сил. Да, у нас заработало, все. Нет? Это блоки на пятом слое. Можете у нас в Амрике взять консультацию моих помощников. Шесть тысяч рублей стоит. Они вам расскажут, как лечить от аутизма детей. Что надо в воде сидеть, висеть на инверсионном столе и длительное движение с ребенком делать. По графику все это делать. Через год блоки пробиваются, и человек, ребенок начинает восстанавливаться, аутизм проходит. Все. Аутизм означает блоки, которые мешают работать психике. Все. Причина аутизма в этом. Понятно? Почему не лечится? Потому что люди не знают, как лечить. Нет знаний. Об обычной болезни же тоже никто не лечит. Вот у меня поясница восстановилась, сейчас не болит. Потому что я знаю, как ее лечить. Шизофрения даже лечит. Если вот эти практики делать, через полтора года, долго очень лечится она. Полтора года восстанавливается психическое тело, а потом все, проходит, шизофрения. Человек не болеет. У меня есть случаи, когда приступов нет, все, люди живут нормально. А почему это не председательное действие? Потому что в это никто не верит. Я же шарлатан. Это тонкое знание, тонкое тело. Нигде не доказано. Аптеки тогда задрываются. А? Не будет аптеки задрываться. Да при чем тут это, блин? Людям хотя бы просто самим научиться это делать и все. При чем-то аптеки. Но аптеки тоже нужны. Там, если, допустим, инфекция, можно и антибиотики попить в крайнем случае. Это не проблема. Проблема в том, что люди не лечатся. В аптеках ты что делаешь? Ты просто гасишь болезнь. Когда ты лекарства пьешь, просто у тебя обострение снимается. Но болезнь-то осталась, потому что болезнь в психическом теле находится. У тебя не хватает энергии для здоровья. И поэтому не работает организм. А когда деменция? Тоже пятый слой поражен. Можно вопрос про захоронение? Вы, славяне, нас так правильно. Захоронили тело, правильно? Ну, есть разные типы захоронения. Они связаны просто с разным мышлением. Вот когда человека сжигают тело, то он быстро от него освобождается. Пока тело не сгнило, живое существо, тонкое тело висит возле этого тела, но не может от него оторваться. Тело же сожгли, оно сразу в следующую жизнь пошло. Ну, то есть облегчают страдания просто, чтобы меньше мучился человек. Бывает, что вообще захоронение, это вообще есть разные виды захоронения, даже в ведической культуре, в древней. Вот, например, есть с Шрирангом такое место в Индии. Там 800 лет уже сидит святой в забальзамированном состоянии. И его просто раз в месяц бальзам меняют, у него даже ногти растут до сих пор, обстригают. И он через это тело свое дает людям знания. Я там посидел с ним, помолился 15 минут, почувствовал себя вечной душой просто рядом с ним за 15 минут молитвы. Такое сильное влияние от него шло. Вот. Такой вид захоронения тоже есть. Так он сам, когда уходил, он по своему желанию ушел из жизни, вот так ручку поднял, сказал, «Все, ребят, до свидания». Вот. И объяснил, как себя это, забальзамировать свое тело, рецепт дал. И ушел из жизни. Вот так. По своему желанию. Такая душа была возвышена. 800 лет назад сидит, 800 лет уже забальзамировал. Бывает, солью обсыпают тело святых, чтобы оно не портилось. Бывает, нетленное, как бы, тело становится. И оно лежит, просто мунифицируется и тоже излучает благодать Божью. То есть тело нужно иногда, если оно помогает соединять тебя с святым человеком. Понимаете? Тело связывает нас с тем, кто в нем жил. А мощи святых также действуют? Мощи святых тоже так же действуют. Ну, обычные люди, ну, что это тело, как бы, что ему связываться с этим телом? Он в следующую жизнь идет, и, слава Богу, что его мучить? Кому это тело нужно, оно там где-то на кладбище лежит, никто туда не ходит. Раз в год пришли, поплакали, и все. А он связан постоянно с ним, с этим телом. Но я, это не то, что я против вот такого типа захоронений, просто я вам объясняю разницу. Спасибо. Если ты психическое тело вылечиваешь, все это всасывается само. Все эти вещества есть в пище в обычной. Я не пью никаких добавок пищевых. Если хотите микроэлементы, вам перга есть у пчел. Суп добавляйте. Она супом хорошо идет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok